Окей. Ну, давайте по порядку. Значит, файлы вам показал. Основные это PostgreSQL.conf. Вот, именно в нем задаются основные настройки баз данных. Вот. Все остальные, в принципе, они по доступности к базе. Вот. Ident файл, который позволяет скрещивать пользователей системы и пользователей баз данных. То есть, как он определяется. Вот. Такой, типа, алиэса. Ну, давайте посмотрим сначала HB.conf. Ну, это самая доступность, с каких хостов может прослушиваться, ну, быть доступ к этой базе данных. Вот. В частности, вот мы можем увидеть IPv4 есть, типы доступов. Ну, соответственно, он и IPv6, да, connection. Указывается тип, ну, к хосту. База данных можно указать конкретную базу данных, в которой идет доступ, да, либо ко всем. Юзеры тоже либо все, либо какие-то конкретные. Выделяем адрес, IP-адрес. Дается также маска. Вот. Если маску выставите, вот этот, дробь 32, если выставите там, ну, не ту, например, слишком там большую, да, соответственно, у вас IP-шники могут не влезть, ну, за этим надо смотреть. Ну, и методы. Сейчас методы подробнее рассмотрим. Вообще бывают Trust, Reject, MD5, Password, GSS и так далее. Вот. Давайте сейчас подробнее рассмотрим, какие бывают методы аутентификации. Ну, Trust, понятно, да, значит, разрешает, то есть достоверный, разрешает подключение без ввода логина пароля. Вот. Помните, мы, например, через pg-админ пробовали, когда подключаться, вот, у нас запрашивал пароль MD5, да, он стоит, потому что. Если мы поставим вместо этого Trust, то даже пароль не надо вводить. То есть, используя в Postgres с локального компьютера, вот, ну, как тут указали, например, да, 127.001, то есть это localhost. Вот. Для него, если бы выставили Trust, то, соответственно, любая учетная запись, которая подключается к этой БД, она, ну, значит, ей доверяется, доступ разрешен. Ну, такое делать не нужно, естественно, да, обычно. Вот. Все-таки Trust делают исключительно только для репликации. То есть, настраивают специальную учетку, ей дают Trust только для репликации, чтобы не было лишних запрашиваний логина пароля. Вот. Вот. Reject. Ну, это отклоняет, безусловно, то есть, всегда отклоняет. MD5. Стандартная. Ну, соответственно, пароль закэширован, вот. Даже, даже дважды используется алгоритм MD5. Ну, и паспорт – это стандартное введение клиента незашифрованным, заметьте, да, незашифрованный пароль. Опять-таки, это используется очень редко, обычно не делают так. Вот чаще всего используется именно MD5. Есть ident, то есть, имя пользователя операционной системы, вот, клиента, она связывается с своим файлом, который я показывал, да, pg-ident. Вот. В нем указывается маппинг, то есть, пользователь базы данных, пользователь нашей операционной системы. Ну, и, соответственно, можно именно поставить указание, что аутрификация к базе данных бузеров будет происходить путем именно пользователя системы операционной. То есть, можно так сделать. Вот. Пир, соответственно, это… Ну, для локальных подключений используется LDAP, понятно, да, это, значит, сервисами для виндовых, так называемых LDAP серверов. Есть еще такие более, ну, скажем, менее распространенные, более специфичные, Radius, Cert, Pam. Тоже аутрификация различных использований сертификатов, вот, или модули аутрификации. Ну, вообще, давайте, самое основное, это наша настройка нашего файла, конфигурация, postgresql.conf. Вот. Здесь именно та соль, которую нужно понимать, знать и уметь настраивать. По умолчанию он у вас настроен, ну, самыми такими, скажем, дефолтными параметрами. Ну, давайте по порядку. Прежде всего указываются директории файла, то есть, куда та самая дата директория, та самая папка, в которой и хранятся, вот эта папка дата показывала же вам, где будут храниться различные логи, файлы конфигураций и ваша база данных. Вот. Ну, HBA файл, это расположение, то есть, можно не обязательно, по умолчанию она в папке configdir лежит, да, то есть, папка вот эта дата, да, но вы можете ее вынести в отдельное место, защищенное, чтобы лишние пользы не лезли, да. То же самое можно поступить с ident файлом, вот. Ну, тоже вот важный момент, это list and address, то есть, какой адрес будет слушаться, какой IP-шник и так далее. Вот. То есть, можно настроить, чтобы он, ну, по определенному IP принимал подключение, да. Порт. Порт, помните, тоже, у нас по умолчанию стоит 5.4.3.2, вы можете его поменять. Соответственно, если у вас, например, установлено два Postgres, он по умолчанию в этом конфиге прописал, соответственно, не 5.4.3.2, а 5.4.3.3, например, да. Вот. У многих у вас это сделано. Вот. При некотором, ну, когда вы некоторые параметры меняете, требуется обязательно перезагрузка самого сервера базы данных, вот. Поэтому нужно понимать, что некоторые обязательно требуют перезагрузки, некоторых можно сделать Reload, так называемый, да. То есть, заставить систему просто прочитать файл конфигурации, при этом не рестартя ваш как раз сервис, ну, баз данных, сервер баз данных. Максимальное количество подключений тоже, да, по умолчанию стоит, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, именно 1000, вот, требуется перезагрузка. Тут, кстати, тоже вот важное примечание стоит, что если мы сильно увеличиваем максимальное количество подключений, это по факту, это пиры те самые, да, то есть для каждого пользователя возделяется так называемый пул, не пир, а пул выделяется, да, то есть отдельное соединение с базой, вот. И, соответственно, если слишком много их, то на каждое соединение выделяется еще и память в этом пуле, вот, вы можете сделать так, чтобы всю память кончите просто-напросто найти соединение, вот. И нужно с этим быть аккуратнее. Так, дальше, ну, метод аутентификации, соответственно, можно сбрасывать тэп по тайм-ауту. Требуется ли CCL, соответственно, как это называется, CCL кодирование, да, то есть будет ли логи вашего ввода, например, ну, доступ, значит, CCL, да, вот. Скриптование еще паспорта есть, вот это, в принципе, тоже важная штука, паспорт encryption, вот. Если вы ее выключите, то пароли, которые вводит пользователь, например, помните, вот именно пользователь, если стоит у него паспорт, открытый еще, да, то, соответственно, к нему, и вот тут стоит будет паспорт encryption off, то пароль можно будет явно в виде увидеть по логам, например, в логе подключения, вот, он явно будет светиться, что, опять-таки, нехорошо. Вот, очень важный раздел настройки памяти. Вот, здесь вот есть как раз такие опции, которые чаще всего сконфигурированы неправильно, и изменение которых повлечет, ну, значительное ускорение вашей BD. Прежде всего, это шарит буфер, то есть это та самая конфигурация, которая отвечает за размер так называемого буфера, куда складываются индексы, последние вызываемые записи и так далее. То есть, с точки зрения оптимизации, очень важный параметр шарит буфер, который позволяет именно в этот буфер складывать, ну, недавно запущенные индексы и так далее. Соответственно, при повторном запросе каких-то там запросов, да, вот, он сначала ищет именно в шарит буфере, находит там и вам возвращает информацию быстрее. Вот, если шарит буфер маленький, то, соответственно, вы, ну, приходится каждый раз ему лазить на диск. Это очень важный такой момент. Для него есть, соответственно, собственный расчет, да, вот, пишут, типа, максимальное количество коннекшенов умножим на 16 килобайт. Килобайт, вот, это такой минимально рекомендуемый размер этого шарит буфера, вот. Есть еще тайм буфер. Ну, вот это такой как раз буфер, который для темп буфер. Используется для темповых различных таблиц, вот. Вот, ну, в принципе, его обычно поставляют 8 мегабайт, вполне достаточно. Вот. Есть так называемый Max Prepaid Transaction. То есть, как понятно из названия, да, это количество максимальных Prepaid транзакций. То есть, предварительно постаравленных, так называемых, да. Например, такие сервисы, как Hibernate, я в свое время работал именно с ним, это такая ОРМ-ка, она часто использует Prepaid транзакции, вот. И для нее нам приходилось увеличить этот параметр, чтобы... А что это такое вообще? Ну, смотри, это так называемое... Ну, для повторного выполнения делают, так называемые, предварительно объявленные транзакции, вот. Вот. Их, например, используют часто Hibernate, Рэмко. Ну, ты, короче, пишешь вопрос про суть, приходящего перемен, и он его, по сути, как или... Да, да, чтобы не делать. Вот. Но это не запрос, заметь, это вот не про запрос говорится в данном случае, это именно про транзакции. То есть, в одном запросе же может быть много... Да, это больше транзакций, то есть, как видишь, там еще и штат будет постараться... Да. Эти переменные, их смене, там будет выполняться тот же план выполнения, используется. Тот же этот, и он как бы быстрее работает. Вот. Такая штука, она, ну, обычно, если ты напрямую будешь работать через драйвер, да, ты обычно ее будешь игнорить. У тебя не будут предварительно так вот этих конструкций таких, prepaid transaction. Но вот я именно говорю, ОРМ-ки, они любят такое делать, потому что это действительно может ускорить выполнение. Вот. Самый важный параметр, наверное, в этом моменте, это workman. То есть, вот у нас есть наши пулы. Вот. Ну, именно, например, ты подключился в базе данных, да, тебе выдался пул. Вот. И, соответственно, размер блока, который ты можешь по этому пулу таскать, это так называемый workman. Поставишь маленький, приходится часто таскать, ну, и у вас информация выгружается, наверное, по 5 мегабайт, по 10 мегабайт, да. Соответственно, тебе приходится несколько раз ходить, чтобы эти 10 мегабайт забрать. Вот. Ну, что у тебя очень маленький, тонкий канал получается, да. Вот. Соответственно, в workman ты расширяешь канал больше, ты сразу партии можешь больше забрать и переправить информацию. То есть, очень важный момент. Но он зависит от количества максимальных коннекшенов. Это надо понимать. Слишком много выделишь память на workman, память съестся, будут проблемы уже с производительностью. Maintenance workman. Как понятно, да, maintenance, вот. Как понятно, в принципе, из названия тоже, да, это некая память, которая используется самим сервером. То есть, когда вы включили, например, autovacuum, да, он выполняет различные процедуры, как сам, например, vacuum, да, или analyze, или reindex. Все эти операции, они требуют памяти, чтобы эффективно работать. Вот. Сюда обычно выделяют достаточно много памяти, потому что процессы происходят, ну, не очень часто. И процессы, например, если делается reindex, а у вас есть таблица, к примеру, размером, не знаю, там, с гигабайт, да, для индекса, соответственно, у него могут быть тоже, примерно, размером с гигабайт, вот, или больше. И чем больше вы выделите памяти, тем быстрее reindex, например, операция выполнится. Вот. То есть, сюда обычно много памяти выделяют. Ну, максимальный стэк, понятно, да, вот, глубина его. Что тут еще и полезного, да? Ну, наверное, именно в использовании ресурсов все, остальное уже не так важно. Использование ресурсов, в частности, на, можно раздать конкретно по ядрам, выделить, да, сколько будет, когда будет вызываться, ну, именно стоимость, так называемая, да. Вот, если говорить про, именно, cost-based vacuum delay, вот, ну, можно выставить, например, чтобы он не каждый раз там выполнял, да, а только по, как бы, стэк накапливается у него, да, информация, то есть делается задержка, только после чего отправляются, ну, на выполнение этого вакуума. Также можно на page heat, page miss, так далее, выделить, ну, именно задержки выставить. Часто задержки, в принципе, они вообще, ну, в целом полезны, да, то есть нужно их делать там, где есть явное понимание, что у вас будет, например, нельзя. Например, вот, когда мы поговорим про реперликацию, там вот особенно важный момент. То есть, если мы выставим задержку слишком маленькую, то у нас маленькими партиями будут часто отправляться, ну, запросы будут делаться, лишние транзакции. Это, соответственно, выделение ресурсов, передача информации, вот. Особенно это важно, например, когда пишется куда-то на диск, вот. У нас там был такой случай, когда мы поставили слишком большую задержку, у нас много инфы за это время успевало накопиться, потом это долго писалось на диск, например, да. Вот, или канал был меньше, чем у нас репликация, ну, может эффективно, быстро, соответственно, перенести. У нас репликация всегда отставала, например, тоже такое было. Ну, в общем, тут нужно, как бы, глубже изучать эти моменты. Вот, вот как раз введение лога. Важный такой установочный момент. Вот, именно здесь можно указать создание синхронизации, да. То есть, вот как раз те опции, которые нужно менять, когда вы собираетесь сделать, например, репликацию, или синхронизацию в чистом виде типа зеркала, да, или сделать репликацию с возможностью в реплицируемую базу, которую, ну, ее копию, да, сделать туда запросы. В частности, F-Sync вы включаете возможность синхронизации. Ну, как раз коммиты при коммите, либо не при коммите выставляете, да, там можно по времени сделать. Метод. Метод, вот, можно выбрать, как раз, например, F-Sync, или, нельзя, Open Data Sync, ну, и так далее. То есть, несколько различных есть методов. Вот, как производится wall-синхронизация. Wall-это путем этих транзакционных логов. То есть, когда вы работаете с базой данных, выполняете какие-то запросы, insert, delete, вот. Вот, все это пишется в лог-транзакции. Эти логи-транзакции, они потом используются для того, чтобы, ну, как бы, то же самое выполнить уже на удаленном сервере. Вот, здесь как раз вот тот самый буфер, который я говорил. То есть, именно, как бы, сначала пишется в буфер, с него делается передача. Вот, на жесткий диск пишется. Чем больше, соответственно, вы буфер выделите, тем можете больше положить информации сразу с этого буфера на диск. Вот, но это, конечно, вот на время вложения буфера будет производиться задержка. То есть, это тоже надо понимать. То есть, он с буфера напрямую в реплику не кидает. Он кидает именно с лога уже, с физического лога. Вот, и опять-таки, если буфер слишком большой, а было отключение, вы можете потерять информацию, которая была в буфере. Это надо учитывать. Ну, commit, delay тоже понятно, да. Что тут еще полезного? Здесь тут еще было. Да. Контрольные точки. То есть, когда вы делаете wall-транзакции, да, то есть, производится, как раз, пишите транзакционные логи в эти журналы, вот, там можно выделить как раз так называемые чекпоинты, после которых, ну, грубо говоря, вот, чекпоинт случился, вот, там, не за пять минут, например, да, диапазон. После пяти минут вот этот вот лог, он переправится в архив. То есть, он сожмется, уйдет в архив. Вот, в архиве, там есть отдельная опция, которая, вон, архив, мод, например, можно включить его или выключить. Вот. Соответственно, вы можете сделать чекпоинт, например, пять минут. До пяти минут он будет ожидать, пока заберут информацию. Дальше этот транзакционный лог, он перейдет в архив. Вот. Если есть возможность архиваться, сожмет, и, если нет, то не будет сжимать. Ну, там все равно он локацию меняет. И там он будет ожидать, пока его не заберут остальные или пока по тайм-ауту не отвалится, короче. Ну, там удаляется, он чистится через какое-то время. Ну, вот, команда для архивирования сегментов, вы можете использовать какие-то другие архиваторы. Вот. Ну, и, соответственно, принудительно переключать сегмент логов в файл. Вот тайм-аут есть архив. А там что-то по умолчанию просто стоит. Да, по умолчанию, вот тут же, видишь, написано тоже ноль, например. А по умолчанию, да, есть, собственно, команда, обычный газип, короче. А там у вас лукатер. Окей, у нас есть планировщик запросов, да. А помните, я говорил, что можно настраивать еще. То есть, можно планировщику задать, во-первых, отключить какие-то из его видов планирования, например, битмап-скан, да, убрать. Вот. Или, не знаю, там, насет луп, чтобы не выполнялись такого рода вещи, да. Вот. Некоторые можно принудительно отключить. То есть, чтобы планировщику запретить выполнять какого-то вида, получается, ну, операция, да. Вот. Что тут делать, если бы? Секундскан, например, отключишь? Не, ну да. Ну, да. Ну, секундскан, на самом деле. У меня есть вот это учебы, присоединиться, если вдруг кто-то напишет какой-то вопрос, что-то типа. Например, у него нет индексов вообще, да. То на самом деле он по замету и нет индексов, соответственно, значит, нам будем использовать секундскан. Да, да. То есть, у него минимально все равно есть. То есть, он, естественно, тебе выполнить, он же не скажет там, блин, я не могу выполнить ничего, у меня индексов. Нет, я не могу выполнить. То есть, смотри, предполагает, что enable секундскан, если ты выключаешь, то он даже не смотрит его на его кост. Вот тут можно увидеть, внизу есть кост. У меня он видно, да? Вот, ой. Вот тут внизу есть коста для выполнения, например, вот. А, это дальше будет. Вот. Ну, нет, нет, здесь вот он, секундс пейдж с кост, например, да. Вот. Вот, то есть, можно ввести стоимости на выставление, там, соответственно, по секундсу поиска и так далее. Вот. По умолчанию он именно ими оперирует. Например, смотри, ты поставил 5 единиц процессорных. Если он при планировании понял, что больше этих 5 единиц, он, соответственно, будет использовать индекс. Если меньше, то он использует секундскан при планировщике. Но ты можешь явно указать, что enable секундскан, off, да, то ты просто-напросто, даже не будет он думать о проверке этой стоимости, а он просто сразу будет сначала, ну, перед наличием индекса, выполнять индекс. Даже не задумываясь о стоимости его. То есть, просто какие-то опции ты у этого планировщика включаешь, либо выключаешь. Либо увеличиваешь у него стоимость. Что они закомментировали? А они ставят по умолчанию. Раскорда планировщика. Они ставят по умолчанию, да. Да. То есть, ты раскомментируешь, меняешь. Либо она поставит по умолчанию. Вот. Вот как раз вот эти вот планировщика косты можно выставить, константы. Кост константа. Вот. Ну, это использование рандомного выставления стоимости, да, там куда. Вот. Индексы, операторы, эффективный кэш-сайз. Вот эффективный кэш-сайз, в принципе, тут он закомментирован, но его обычно раскомментируют. В частности, для чего это делается? Смотрите, у вас есть шарит-буфер. Вы выделили, например, его 2 гигабайта. Это тот размер оперативной памяти, который вы говорите, что он будет отдан под хранение данных из таблиц, под хранение индексов и так далее. В данном случае эффективный кэш-сайз, он должен быть, ну, меньше этого шарит-буфера, но незначительно. Например, 2 гигабайта выделили в шарит-буфер, 1 гигабайт, соответственно, под возможность хранения индексов. То есть эффективный кэш-сайз – это именно про то, сколько от всего шарит-буфера будет эффективно использоваться память для индексов. Ну и вообще для работы этого планировщика он тоже там свои еще планы хранит на самом деле. То есть не только хранит сами индексы, он еще и хранит планы выполнения. Это тоже важный момент. В Postgres он часто врубает планировщик. В MS-SQL там вообще план выполнения 1 закэшировался, статистику ушел, и он чаще всего даже не дергается, так и лежит там, используется. Ну, это плюс вроде как, он разово выбрал индекс 1 и забил на него. Зато минус – он не может уже использовать эффективно несколько индексов, новый индекс и так далее. Сложнее в этом плане. Окей. Есть еще вот этот оптимизатор запросов, как вот GQO. Это как раз так называемые генно… как там… ну, евристики, в общем, дополнительные. Вот. Можно почитать по ним. Ну, достаточно интересная штука тоже с включением евристик дополнительных, которые, по сути, помогают как-то еще улучшить после использования индексов, еще включить эти юристики и как-то еще улучшить выполнение некоторых запросов. Вот. Там они помечаются, как раз выставляются флаги. За счет именно вот таких юристических методов, там пометки вот в этом дереве, пометки, ну, в узлах, именно о лучших путях, короче, да, лучших планах выполнения, там делаются флаги, метки, чтобы он обходил не стандартно, там, правостороннее дерево, да, а обходил их уже с учетом этих меток. Ну, в общем, достаточно сложная тема. Вот. Можно посмотреть, почитать. Вот. Дальше. Здесь другие параметры планировщика. Есть важный параметр, такой, как, например, Join Collapse Limit. Вот. Что это означает? Смотрите, ребят, в Postgres, например, у вас есть сложный запрос. В нем достаточно много Join. Вот. Каждый Join, когда вы его используете, да, он так или иначе будет обращаться к тому, что планировщик будет для этого Join искать, а есть, например, у него индекс на соединение между этими таблицами, а есть ли, например, еще фильтрация дополнительная. То есть он будет смотреть при каждом Join, планировщик будет, ну, как бы, более глубоко анализировать, как можно эффективно выполнить запросы. Если вы используете, например, достаточно много Join, вот тут в данном случае стоит 8, да, по умолчанию, если не ошибаюсь, вот, то, а это означает, что свежше 8 планировщик перестанет анализировать, как лучше выполнить, и он будет делать именно так Join в таком порядке, в котором выставили вы в запросе. Соответственно, если вы выставили хреново, да, как бы неоптимизированно выставили Join, вначале взяли, например, маленькие таблицы, в конце вы врубили большие таблицы, то все, будет плохо все. Вот. А это вот так называемый Join Collapse Limit. То есть можно управлять именно, когда планировщик, если, например, вы поставите сюда большое число, то мы попадали на такие вещи, у нас стояло тогда 16, что ли, Join, мы попадали на такие вещи, что анализируя каждый Join за Join, он тратил на составление плана при каждом запросе больше времени, чем на его выполнение. Поэтому приходилось иногда выставлять меньше. Мы ставили обычно 5. Вот. То есть 5 – это то число, которое, ну, вроде, до 5, ладно, я там могу скосячить, неправильно выставить Join, да, не в том порядке их сделать. И да, ты полезь мне, планировщик. С выше 5 лучше отвали. Лучше я сам расставлю, но ты не будешь этот план выполнения включать, свой планирование, как там лучше сделать, оптимизацию. Вот. На самом деле, планировщик у Postgres, он мощный. Мощный инструмент, он много чего знает, много понимает. Особенно понимает, когда какие индексы нужно включить. Ты не говоришь ему, что, блин, вруби вот эти индексы. Он сам знает, какие индексы, сам их врубает. Это такой черный ящик, который работает даже более умно, чем, ну, многие могут составить руками. Вот. Ну, иногда бывают, как и раз, вот такие моменты. Вот. Поэтому такие опции они вынесли. Вот. Ну, как раз, например, еще Default, Statistic, Target тоже есть диапазон. Тоже вот такая штука, которая обычно, ну, мы ее не трогаем, но иногда можно выставить. Тоже, чтобы статистика по нему как-то более свежей надобралась. Вот. Лог ошибок. Тоже важный момент, особенно если вы используете, помните, я рассказывал по PgBugger инструмент. То есть, окей, у вас логи транзакций бегут, туда ошибки пишутся, да, всякие эксепшены пишутся, запросы пишутся и так далее. Но они пишутся обычно в каком-то, ну, ужатном формате. Вот. Или, например, пишется каждый, не знаю, каждый запрос, а вам не нужно. Вы можете здесь вот в этом логе ошибок, вы можете настроить, во-первых, какую дикториторию пишутся, да. Обычно выносят куда-нибудь туда, где можно быстро писать и редко можно оттуда брать что-то, да. Вот. Ну, и один много места. Ну, вот, называют флог как, да. По умолчанию он вот такой вот. PostgreSQL минус Y. Ну, дата, соответственно, время, да. Я давайте вам покажу, как оно выглядит в папке. Ну, вот у меня папка с датой. Вот он, pglog папка. В ней вот они, логи. Видите? Вот у меня в формате таком созданы. Вот. Здесь у меня один файл лога на один день, получается. Вот. У нас в проекте, когда мы работали, у нас, если мы так делали, то лог весил в итоге гигабайт 5, примерно, ну, минимум 5 гигабайт. Проектик был слабый, в принципе, там всего лишь была база в 200 гигабайт. И мы писали вроде не особо большие, но писались много логи, часто. Поэтому он разрастался задний до 5 гигабайт. Был сложно анализировать, в итоге потом решили бить пополам. То есть не просто, чтобы писался, ну, один файл лога в один день, а, соответственно, парт 1, парт 2, парт 3. Ну, несколько частей делили. По-моему, по 6 часов мы делили, если не ошибаюсь. Вот. Поэтому файл name вы можете тоже задать маской, как он будет писаться. Так, что тут еще? Вот тип, ну, destination, лог destination, да, то есть какая платформа, да, в зависимости от того, у вас есть разные методы, которые, ну, службы, которые эти логи будут вас, ну, соответственно, писать, да, в каком формате. Вот, самый частый это сис-лог, в принципе, да, тот же Unix, он хорошо поддерживает этот сис-лог. Вот, он у него есть. Вы можете выбрать другие виды, например, там, csv-лог в таком формате, чтобы он писался. Ну, служба у вас, она позволяет это делать, вы ее используете. Вот. Так вот, я говорил про pg-banger. Например, когда вы используете pg-banger, ну, то его нужно, для него нужно этот лог подстроить. Вид лога здесь вот где-то есть. Я сейчас покажу вам его. По-моему, здесь он. Log message, min log message, duration. Блин, где он? А, ну, вот он, это Errora, Trunkite, Директория. А, ну, вот коллектор, он он, логин коллектор. Вообще, а что мы будем собирать? Вот, тут на самом деле требуется... А, нет, не коллектор, это норм. Где-то тут я пропустил, видимо. Да, у меня здесь нету файля. Ну, если вот мы посмотрим, например, в нашей папочке, в самом именно файлике конфигурация, вот, то можно увидеть, там есть именно настройка лога. Вот. И она выглядит так. Архивы. Вот она. Она выглядит более так информативно. Там можно подстроить именно формат лога. Что он будет писать, в каком виде. А, где она, где она, где она? Это, видимо, дальше, что ли? Вот они, вот она, лог префикс, так называемый, лог-лайн префикс. То есть, окей, да, он пишет лог, куда мы указали. Он делает это, например, с таким-то дюрейшном. То есть, если у нас, например, выключен этот дюрейшн, да, то, соответственно, каждый запрос, вне зависимости от того, сколько он долго выполнялся, он будет писаться в этот лог. Вот. Но, например, для оптимизации нам неинтересно, чтобы писались запросы, например, длительностью выполнения меньше, чем, не знаю, там, полсекунды. Ну, нам неинтересно, мы их и так оптимизировали, нам это не критично для системы. Вот. Мы можем установить лог-дюрейшн, и, соответственно, только свыше этого длительности будут писаться логи. Это позволяет уменьшить лог, и в анализе нот бросит такие запросы, частые, выполняемые с низкой длительностью выполнения. Вот. Давайте дальше. Ну, тут все, да. Тут уровень информативности, что будет писаться, минимальное время. Вот он как раз. Минимум дюрейшн стейтмент. Вот он. Как раз то время. Вот. Он, заметьте, идет в миллисекундах, да, минус третий. В миллисекундах здесь. Соответственно, одна секунда – это тысяча. Угу. Вот. Для ПГ Бадгера, для него важно выставить правильно эти вещи, чтобы он, когда анализирует запросы, мог, соответственно, по нужному формату, все это проанализировать и дать результат именно, ну, как бы такой шорт, да, результат. Самые выполняемые запросы часто, какие запросы, да, их примеры собрать и так далее. У нас было такое, что мы не выставили. ПГ Бадгер запустили анализатор, натравили на большой лог, забыли выставить правильный формат. Он ничего не принадлежал. Он там дал какую-то гадость только по ошибкам, еще почему-то. А вот сами запросы нам не вывел. Окей. Здесь как раз можно указать, что писать в лог, блокировки, вейтинги различные, темп-файлы. Указать, в каком формате они будут, да. То есть, например, вначале идет, там, имя базы данных, потом, например, там, порт его и так далее. Вот. Это важно тоже указать, чтобы, ну, понимать, если у вас на одной тачке несколько баз данных, например, да, и все пишут, к примеру, в один лог, чтобы он мог их различить. Или, например, вы хотите, у вас этот сервис, он же, как бы, сервер баз данных, он запущен, и вы хотите понимать, с какой баз данных. У вас система работает, например, с пятью базами данных на этом сервере, да, сервер баз данных. Вот. И вы хотите понимать, с какой именно базы он был запрос этот. Вот. Ну, это обычно всегда выставляется. У нас, например, на проекте было пять баз данных на одном сервере. Вот. И проект, ну, как бы их все пять использовал. окей тут почитайте посмотрите какие-то опцию принципе важны дальше что тут еще такого полезного у нас ну тут всякие различные партии планеры есть логов вот тут принципе самое главное вот разрешение автовакуума помните до штука автовакуум система работает она удаляет записи на индексы какие-то новые вставляют и так далее да индексы новые появляются вы создаете да все это как бы она влияет на систему ваша база по сути ну изменяется постепенно да вот например если вы создали новый индекс то вам его нужно показать системе что блин система посмотри у тебя нужно обновить статистику по данной таблице потому что появился новый индекс для этого вам ручками придется писать аналайз чтобы этого не делать существует так называемый демон вот демон который выполняет за вас анализ обновление статистики чистку записи пометку что они удалены чтобы он их отдельно вывел до бралку от эти записи и это место можно эффективно использовать дальше и так называемый автовакуум вот по факту если у вас нет никаких критического времени когда в системам пипец сильно нагружена да вот если у вас система принципе всегда имеет запас производительности то лучше сюда включать этот автовакуум штука очень полезно она и мусор чистит и так далее правда автовакуум как мы говорили она физически данные не удаляет то есть те данные которые вас отметились на удаление да он там как-то с оптимизирует их пометит эти ячейки памяти он будет их занимать в принципе да вот все норм но именно например индексы у вас могут быть сейчас жирнее чем если вы сделаете вакуум full помните да операция вакуум full она позволяет сделать еще и дефрагментацию вот то есть она фактически с ячейки памяти одной до делают копию в другом вся эта близко информация лежит близко индекс и близко данные лежат вот и она чистит физически уже удаленная запись вот ну и делать рейндекс еще то есть автовакуум он не делают вакуум full вот это помнить что это не панацея иногда требуется но более глубокая чистка но автовакуум справляется с ежедневными такими основными моментами до чтобы у вас база работал достаточно оптимально вот поэтому нужно тоже вот включать автовакуум указывать максимальное количество воркеров вы можете да это то есть сколько ядер мы выделяем вообще сколько процессов отдельных будет идти вот ну вот и есть тоже видим скейлы на аналайз сколько будет использовать на каждый соответственно trade ну как процесс до выделяться вот сколько строк будет то есть например если обновилась 50 строк да только туда автовакуум включается мы увеличили обычно это до 500 у себя чтобы ну пореже его дергать этот автовакуум вот демон все равно процесс сожрет чтобы не не постоянно он работал а работал только когда накопились вот так же может задержки ему ставить вот память его ограничить и так далее еще важный момент да какие здесь есть но это есть как раз всякими с поисками внутренними различными секс и мэлями опциями всякий по xml есть в принципе важный формат это локализация да то есть локации локализация и форматы дат тайм-зоны вот этот момент который нужно ну правильно под себя настроить один раз выставил забыл вот особенно важно если вы действительно используете например тайм-зону но нельзя там австралии или индии формата он немножечко ну разные форматами по-разному отображается вот ну обычно это раз выставил и забыл но все равно может смотреть вот например и опять-таки к клей клиент энкодинг да то есть у вас все таки будет использоваться энкодинг клиента если вот откройте погадмин это по сути вас тоже как клиент у него тоже своя собственная есть кодировка вот и по умолчанию она стоит на самом деле или т.е.ф. на самом деле на стоит по умолчанию вот но вы можете указать например с к или айси ойси ой ой окей что то еще полезно ну месседжи да локаль система сообщений вот вы можете вообще указать русский вас будет в логах транзакции в логах сообщение писаться по-русски соответственно если есть такая локаль установлена была заранее то есть сообщение будет выводиться на при ошибки по русски уже относительно но полезно бывает формат строк до чисел тоже помним да у некоторых указывается . разделитель между получится цел и дробной части в некоторых используется запятая вот тоже выставить тут не так путь работать не так здесь . используется нас обычно ну и другие опции да есть управление блокировками какие тут в принципе управление блокировками дадлок тайм-аут полезная штука то есть ну знаете что такое дадлок мы говорили это как раз когда был разговор о транзакциях о типах изоляции и займут блокировках вот соответственно на нашем проекте на при когда работа с постгресс мы выставляли дадлок 2 секунды увеличивали его то есть давали ему время очухаться чтобы сам разрулил если уж нет то туда жестко процессор на вот на уровне самого сервера разрулил как опять-таки максимальное количество транзакций блоки да и так далее кастом на опция ну кратко мы с вами поговорили о настройки конфигурации постгресса да вот под каждую опцию там достаточно дальше дошлины большие нужно понимать разбираться многие опции для чего они что значит есть минимальные настройки которые рекомендуется сделать вот вы например новую сервер завели установили себе например на локальную тачку да вот и минимальная конфигурация для вашего компьютера какие бы полезны вот чтобы не гадать не рассчитывать не заниматься там подсчетом сколько там как можно использовать например погатью вот такой вот леопард он сдал человек посмотрел создал вычислил такие минимальные как раз опции по размеру буфера как расшарит буфера того самого по количеству максимальных коннекшенов и так далее вот если выводите получается с левой стороны колоночку до указываете версию типа с тебя с данных всего сколько у вас есть памяти доступно да для этой тачки и сколько вы собираетесь держать пулов то есть рассчитывать сколько примерно вас будет клиентов на одновременно стоит да вот и запускаете генерируете конфиг он вот выдает вам сколько примерно вас эффективный кэш-сайз будет сколько нужно выделить на work мы им сколько вы видите тут для работы всяких этих раз ри индексов так далее my intense work мы вообще 2 гигабайта выделено достаточно такая вещь полезная и применял работал более-менее правду говорить вот нет ты понимаешь что некоторых баз данных не настроишь так они сами как бы смотрят вот нет в зависимости от базы данных у нее собственной конфигии и вот именно ну вот это получается туза она не подойдет другим базам для майской ли есть эти тюмы посмотри для мс вряд ли ну смотри workman это та память которая на каждый пол идет то есть соответственно ширина этого пола до который работают клиенты maintenance это именно внутренняя работа ри индекс создание индексов всякие вакуум full и и так далее вакуум аналайзы то есть это вся внутренняя кухня которая работает сервер базы данных это именно выделение ну его по ему памяти сколько дается обычно дается много но вот именно тот запас который остается между выделением шарит буфером и остальными да то есть вот именно зуда выделяет память всякие вот wall буфер например да сколько если у вас подключена репликация да именно путем транзакционных логов этих логов транзакции сколько у него будет буфер каждый весить если у тебя много сидов то есть много кто слушает у тебя много сливов для данного мастера да то каждый будет отжирать соответственно достаточно много памяти под каждый воркер заметь тоже нужно рассчитывать тут ну так легко не настроить скажем так без методов проб и ошибок нужно такое быть очень опытным чтобы сразу настроить окей давайте поговорим о репликации кто не знает что такое репликация самом деле знаете да более-менее есть понимание да вот реплика соответственно копия да вот но без реплики на самом деле никак не справишься даст нормальной нагрузкой но и не только с нагрузкой принципе реплика она скорее больше для обеспечения безопасности до сохранности данных один слоев отвалился вот мастер отвалился слой становится мастером мастер продолжает работать но более подробно мы об этом поговорим именно на паре о высокой нагрузке до о масштабировании сейчас мы с вами просто в общем познакомить что такое как она относится именно конфигурация вот как вы нафигурировать элементарный слоев у себя например да ну как знаете реплика бывают асинхронная и синхронная разница есть понимание в чем разница да это может быть да то есть асинхронная она просто лог транзакции создала его положила с него берут остальные реплики а синхронно соответственно она процесс камин сделала и она ждет пока заберут у нее соответственно это комит вот она работает уже на уровне именно не файлов диска до с транзакционным логами а также работа с акционом которые еще в буфере сидят в принципе как таковы вот окей а есть готово решение уже разное там пг кластер пг пул букато некоторые из них уже отвалились некоторые из них работают таких пг пул например да то есть это балансировщик фактически и плюс репликация он это и другое умеет делать вот она тоже синхронно принципе они все синхронные все что готовы решение сенсы от синхронно потому что они не могут обеспечить работу ну именно так близко чтобы синхронно сделали вот но есть еще и по такой репликации то есть упал сгресса с версии 93 наверное все таки да у него нормально не глючище стабильно работающая потоковая репликация которая есть по умолчанию вот она позволяет с 93 версия позволяют создать слоев которые будут например а синхронно или синхронного слушать данные соответственно забирать изменения до сети делать и все это будет работать ну нормально причем достаточно быстро потому что это встроенная да там лишнего нету мусора вот и достаточно надежно работать но принцип понятен да то есть вот у вас есть мастере и слоев мастер в него пишется дело за чтение запись соответственно да и slave он может как раз все что запись была какая-то новые данные или удаленная записи да он эти данные к себе ну применяет то есть чтение не слушать естественно да ну на самом деле можно сделать еще чтение если вы сделали принцип у него режим работы так называемый ход стендбай да то есть вы можете просто стендбай слушающий да то есть я слушаю я принимаю только запись было да как зеркало фактически работу при этом я никак не этот не принимаю к себе запрос никак не могу повлиять на разгрузку тебя до основная моя база мастер вот то вы можете поставить режим ход стендбай и ваша ваш слэйф может принимать запросы на чтение то есть он реально может разгрузить ее основной ваш мастер соответственно вы можете например один мастер создать и создатель за там 10 хостом бай реплик слов и и по этих десяти раскидать как раз часть ваших запросов на чтение а именно чтение обычно процентов 80 занимает почти в любом сервисе у некоторых сервисов занимает чтение плату порядка даже 90 процентов в том же вконтакте вы так много пишите что ли нет вы больше читаете сообщение это вообще фигня этот с копейки стоит это отдельный сервис и даже часто держит под это вот обычно вы именно читаете поэтому предполагается именно нагрузка на чтение чаще всего nokia давайте дальше как все это делать как настроить но производится предварительная настройка то есть меняется в конфигах указывается и пишите мастера а пишите слэйфов включается опция как раз ход стендбай он если мы делаем именно с типом хобб сход стендбай указ адреса которые могут слушать да все и пишите или только и пишите такие могут меня слушать вот дальше мы ну запускаем да там делается ну грубо говоря при первом включении когда вы это все запустите там запускается копирование с текущей маши базы с мастера да будет производиться копирование на реплику на ваши сливы вот она делается путем с этим на самом деле путем этих ну дампов вот что-то типа дампа он там массово так все скидает окей на файле файле получается конфигурируйте на двух сторонах то и на мастере и на слое конфигурации выводите да вот рассчитываете память размеров сегментов и так далее вот потом вы стопайте базу вот базу именно тупому предполагается стоп я не помню по моему стоп мастер что ли разок делается хотя можно не обязательно стопить мастер мастер по вообще можно оставить как он работал но именно слоева придется точно остановить он конфигурируется выполняется вот как раз так назовем pg bass backup вот вот этот pg bass backup он позволяет быстро сделать копию с мастера реально быстро вот и стопится он для того вот этот вот ваш основной но на слэйф чтобы лишние транзакционные логии никакие не бежали ничего чтобы он только мог заняться от именно копирование ну по сути это не требуется сейчас ему остальными заниматься процессы нужно копировать вот опять-таки можно указать метода например стрима вот или чекпоинты можно указать так далее вот указывается до доступа расшаривается папочки вот опять таки нужно написано где 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 вот нет не здесь в другом месте помните он говорил что нужно в hd doc файле да когда конфигурируется доступы и типы доступ из каких айпишников могут к этому серверу подключиться и там пишется учетные записи и их тип доступа трастный трасс ну тип проверки вот тут как раз тоже требуется настроить чтобы между ними была траст проверка иначе они не смогут работать этот важный моментом вот ну в результате копируются логи транзакций у вас создается файл recovery conf вот у него recovery conf и вот такие вот есть настройки вот ну и соответственно потом этот слоев запускается после запускания слоева можно проверить вообще выполняется ли работает ли он вот ну например он слоев можно проверить с помощью psql из консоли можно гребнуть текущее время вот лог таймстамп вот что и тут еще ну вот как написано что вологи то есть репликация синхронная с учетом хостом бай она будет выполняться с помощью транзакционных вал логов так называемый до журналов традиционных вот размеру не фиксированный вот они ложатся в территорию pg x-log то есть вы именно там можете найти он показывал да вот когда открывал вот что тут у меня видите pg x-log слежит он тоже папки с дата сидит видите вот они даже меня есть эти файлики окей а нас время 6 есть есть но вот в общем можно рассчитать размеры сегменты сколько нужно оставлять сока нет вот метод это называется потоковый их еще администрирует то есть старые удаляют новые оставляют смотрят в общем некоторые хранят то есть чаще всего с этих логов можно восстановить если например реплика у вас отстает ей приходится эти логи сохранять пока она ну не догонит основной мастер вот их хранят еще какое-то время эти логи с точки зрения инвестирования вот и версии вот мы сейчас говорили с вами о репликации мастер слэйв да слэйв писать нельзя только читать с него можно и версии 9 5 даже принципе до 9 5 9 6 уже новая версия можно использовать так назовем бить дименшинал дирекшинал реплики ци репликации вот она позволяет как раз создать потоковую встроенную репликацию мастер-то мастер вот как вы понимаете да что если мастер слэйв делался больше для того чтобы сберечь информацию что если у вас мастер отвалится или там сдохнет да что у вас слэйв станет мастером в него будет писаться фактически работа будет сала оставляться да и чтение можно до разгрузить то мастер-мастер он позвать точности прям полностью разгрузить то есть можно писать и туда и туда соответственно вы можете просто к они между собой обменивается постепенно да тоже вот здесь на каждая новая база мастер-то мастер она позволяет именно снизить нагрузку же на все на чтение на запись на все она позволяет делать но там да там видишь там тоже вот тут можно ведь ограничить тоже можно именно сделать как масштабируем так называемая не всю информацию хранить во всех базах да можно шарды делать да ну это тоже масштабируем же поговорим вот не панацея надо сюда все нужно понимание делать но чем главное что основная фишка вот эту мастер-то мастер он позволяет географически распределенно синхронную мульти мастер-система делать вот то есть географически можно далеко их отдалить это тоже ну спасет и слова увеличит у вас вот кстати тоже ну про масштабирование ну кратенько так у нас недавно тоже были такие случаи когда дата-центр полностью рухнул то есть у него просто потерялся канал перерубили грубо говоря у него и он но отвалился от сети вот и только то что географически были разделены вот позволило сохранить сервер ну доступный то есть те же одноклассники из то что они были разделены у них вот реплики хранятся там и тут они позволили оставить большую часть сервисов доступно вот только некоторые там незначительно отвалились или некоторых кластер только отвалились вот ну в общем есть свои ограничения есть свои особенности почитайте вот резервное копирование мы сами чуть-чуть о нем говорили с помощью погодмина делали так называемая погода да ну для чего понятно да это восстановление после сбоев защита от человеческих факторов что удалил что блин установить данные той машины аудит тестирование все это позволяет именно для этого делается все как раз наш резервное копирование делается вот есть команды то есть можно делать с помощью команды специальные утилиты у постгресса да которая позволяет создать резервную копию и достаточно быстро и сделать это так называемый погодом с указанием конкретной базы данных или погодом пол он весь сервер все база которые хранятся для них создает тест на бэкап вот у него есть два режима работы с куэль дамп то есть содержащие с куэль синтаксис да то есть вот фактически скрипт который вы можете выполнить с запуском вот или так называемый бинарный бэкап то есть чаще всего по умолчанию которые вы ставите настраиваемый тип так называемый да он содержит это и другое он содержит с куэль код скрипт именно ddl схемы с индексами и так далее да все данные он уже виде бинарки бинарном формате там идут потому что они сжаты из этого делается вот ну и честно говоря еще дополнительно там оптимизация применяет вот ну понятно минусы для чего да у него есть что требуется высокая нагрузка на процессор так как он данные перри фигачивает смотрит их анализирует складывают пишет в общем много данного в некоторых случаях логическое создание копии оказывает бывает может быть даже больше чем исходные физические данные да то есть это в каком случае вообще на самом деле случаев может быть много да вот частности например когда сжатый файл или логическая не сжатый файл то сути на скрипт она достаточно большой текст может insert 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 каждый insert он занимает файл соответственно если вы еще сделаете с указанием в отдельную строку они вот так вот по тысячу записей вас файл бэкапа может быть намного больше чем ваша база как таковая вот ну и восстановление возможно только на момент снятия копии естественно да это тоже вот пример тому как можно вызвать погода то есть не только с помощью погодмина вы можете командную строку открыть перейти файл бин в папку директорию или на линук сеос становится уже такая pg-дамп утилита будет доступна указываем соответственно какую базу и в какой файл и и перелись ну самый простой способ вот восстановление соответственно psq или просто напросто выполнили из файла да то есть предполагает что у нас вот при таком способе да у нас сгенерился обычный скрипт фактически да то есть самый простой который содержит полностью выполнение то есть не бинарку вот можно также копировать таблицы конкретно да то есть нам не требуется весь дам сделать нам нужно достаточно только сделать дамп отдельной таблицы то есть есть опция указания таблицы можно сделать бинарный бэкап да вот то есть при тип бэкапа f цели как раз кастом тот самый бинарный вот ну и восстановление из бинарного бэкапа тоже понятно да мы используем уже конкретную утилиту вот restore ну на самом деле это покажу что они нас вот эти вот как раз опции они куда больше вот их намного больше этих опций сейчас тут не открыто было пролетел что ли не вижу ну сейчас гляну все таки раз уж начал тупому да по годам вот он содержит куда больше опций вот видим например только данные было бы вот очищен то есть делается сначала дробь это бэйс если вы указываете на или содержит метки с созданием вашей базы данных кредит и бэйс сначала да вот опять таки энкодинги могут быть указав файл касса формат формате он тоже видите может быть plain до простой план текста до и сколь скрипт кастом этот как раз бинарным частично может быть директория целая формат то есть так называемый формат путем копирования папки data с этой директории со всей вот то есть ну такой более сложный момент ну и так далее может быть несколько видов вот формат понятно важный момент появилась с версии 95 можно там поделать и pg рестор то есть создание дампа и создание его разворачивать и бэкапа делать в несколько джобов то есть не в один процесс одно ядро а задействовать больше ядер то есть мы указываем g количество джобов то есть отдельно он получается уже параллельный параллельное создание бэкапа то есть кусками каждый джобов создает делит части база ваши даст на начальной и собирают только свои куски то есть параллельно создается бэкап это ускоряет его создание его восстановление важная штука принципе да вот можно только схемы делать то есть вам нужны данные только схему скопировали причем указали не можно схему именно конкретную ну например там паблик только да в такой-то базе данных вот можно указывать что у еды еще то есть внутренние дефекторы или с указанием овнара например такой объект был создан таким-то овнером у вас в той базе данных тоже нужно этот овнер грубо говоря есть выходить от него же и создать то есть запускаете от postgres к примеру да ваш скрипт но у вас там указывает что овнер этого объекта будет другой пользователь сейчас придем еще увидеть это но указывать всегда юзерный это обязательно параметр да если у вас не траст ну или например вы удаленно собираетесь восстановить бэкап с одной тачки по сети хотите восстановить в этой базе данных бэкап которую на вашем сервере лежит вот отдельно таблицу можете вербаус то есть при восстановлении вы хотите видеть а в каком а что сейчас на восстанавливать какую таблицу или какой индекс восстанавливает вы указывает вербаус и он вам прямо сейчас восстанавливают таблицу такую восстановил сейчас такую таблицу я индекс создаю и так далее вот версии привилегия компресс вот тот самый то есть ваш backup может быть с компром сжат или вы хотите чтобы погодом у вас был сжатый вот чем сильнее соответственно вы укажете метод компрессия тем сильнее попытаться сжать его но дольше будет это делать но зато меньше итоговый файл получится вот можно выключить туда когда мы указываем при компрессии мы можем выключить например какие-то опции квотирование различные триггеры вырубить и так далее проверку if exist можем делать сразу то есть команду задали такой параметр и у вас каждой таблице сделается признак if exist table соответственно для повторных перевыполнений чтобы вас если такая таблица есть он только соответственно закачал данные что еще есть вот хорошая штука тоже lock wait time out то есть если возникает блокировка если вы восстанавливаете именно в сервере до вас только докачиваются данные и возникла блокировка кто-то это использует таблицу сколько он будет время ждать тоже чтобы лишний раз не блочил ну и так далее то есть много на самом деле опции вот они большинство нужны админом но все равно тут элементарно снапшот тоже формат для транзакций нот база данных какую базу указываете конкретно у нас всегда ведь она жирно выделено это обязательно опция хост какой по умолчанию будет использоваться local до с 27001 порт какой по умолчанию тоже используется там 5 432 до юзернейм указание паспорта роли в общем много опций штука такая мощная утилита ну из-за того что нужно делать соответственно бэкапы они обязательно нужны вот поэтому ее опции сделали побольше ну окей если физически физически тоже понимаете вот этому логически делаем через погода мы делаем логический файл бэкапа физически это когда вы пришли в директорию скопировали из папки дата соответственно вашу базу плюс и то что это делается быстрее на физическом уровне собрали забрали именно в сами файлы потом внесли их минусы то что то что сейчас находится на самом сервере фигачи сюда она же именно в буфере они на диске еще какие-то вещи вы можете потерять таким образом вот но есть специальные утилиты которые они эмулируют выгрузку из текущей сессии но то что находится в буфере они складывают на диск и на это состояние сохраняет полное состояние и забирать физическому уровню делать быстрее приз вы при выключенном при выключенном точно заработает да 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 не сравнивается с какими документами нет метода она там есть это понятно нет она 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 восстановится она будет работать да но тоже опять таки она какие-то могут быть ошибки при поднятии это смотреть но нет есть усилиты который позволяет что факт что заработала вот и часто иногда бывает что такое некоторые админы чисто вот именно логически но физический уровень чаще делают а логически они делают в точке такие раз неделю скажем так если такие сервис но это да это минимум ну да ну вот и есть так называемый бэйсбэкап он для этого как раз нашел полные копия базы быстро и это как раз в формате помните когда мы реплику создаем бэйсбэкап использовали но тархи ремни как раз наших журналов транзакции да например есть такие проекты здоровые у которых создание логической копии просто нереально например вот лен тоже говорила у нее база данных под грозда используется размеры этого ее база данных сейчас где-то порядка четырех или пяти терабайт вот и создание логической копии она будет ну да фига времени отжирать просто очень много вот в создание физической копии тоже опять-таки найди четыре терабайта где забрать и так далее перенеси это все это очень долгое время и в итоге у нее для сохранности и информации у нее используется реплика то есть у нее созданы несколько слоев вот и именно они фактически являются гарантом то что данное с мастер не потеряются вот то есть есть свои минусы и свои плюсы минусы естественно к основной мастер таблицу на основной мастер базу налагаются дополнительные пулы дополнительная как бы каждый трогал транзакция будет тянуть на себя ресурсы чтобы ее отослать туда выполнить там в общем есть свои потери вот ну вот высокое требование к пропускной способности сети вот это ключевое то есть просто больше вот туда идти данных передавать спасаться что нужно копировать вообще вот при реплике нужно данные журнала транзакции код конфигурация репликации конфигурации сервера отдельные файлы вот это все хранится чтобы стопроцентно восстановить но она же вещь она больше для села для обеспечения доступности позволяет но ее именно можно использовать в рамках как бы капа в чистом зеркалирование чтобы ну просто как бы у тебя физически на одной тачке потерялась сдохла жесткий диск чтобы ты явно имел копию вот на другой какой такой наш вот у нас такая вот мама моей работе у нас есть основной сервак мы с ним всегда работаем но если он что-то сдохнет или чё у нас есть для него зеркало вот именно для сохранности информации если не синхронно и синхронно что кто-то потеряется есть такое да есть такое это не гарантирует да но это если вы ассинхронка стоит вот если синхронка то это конечно позволяет меньше потерять ну наверное да ну а аутентификация авторизация да как раз по пользователю поговорим понятно да аутентификация идентификация пользователя авторизация это определение прав доступа пользователя то есть он авторизовался под ролью вот контроль доступа ну понятно да какие доски какие операции доступны какие недоступны привилегии способ того как представляется право наш по звуку сквейт вот какие бывают привилегии они бывают на чтение на запись на обновление удаления на транс кейт да на выставление ключей референс сезда то есть создание форочки на создание триггеров вот на создание соответственно выполнение создания процедур вот но креет это все до креет индекс креет процедур креет так далее короче таблили таблицы на расшаривание коннектов то есть элементарно нет доступа на коннект и даже не сможешь подключиться туда просто то есть учетка есть а коннекта нет бывает такое на использование темповых таблиц на экзекьют различных процедур вот и юзыч я не помню такой может посмотреть отдельно а есть есть мы поговорим это просто если это привилегии список есть есть роли то есть в полгрессе нет понятия как такого пользователя вот у него есть понятие роли и у него есть мемберы этой роли вот фактически участники это роли вот как таковая у нее роли это эквивалентно пользователю фосбрессе она может быть владельцем какого-то объекта может начать привилегии других ролей и так далее да вот ну есть системы таблицы которая позволяет видеть какие у нас роли какие у нас есть мемберы роли так далее какие у нас есть аутрификация да я нужен так далее это пг роли сдаст как вы можете к ней сделать просто заходите в постгресс пишите сис пг роли с вот то есть есть схема сис вот и она не хранится как раз эти таблицы как раз внутренние системные например а пока роли с вот как создается роль делать create роли указание имени и не указываться может опция она может быть супер и юзера мне супер юзером она может создавать db не создавать db создать роли не создать роли создавать пульса не создавать пользователя иерархичный эрхичный логин на логин на репликация вот эти вместе да есть роли репликации вот именно она будет использовать для мастер-слейв авторизации то есть отдельную четко она с типом опции репликация вот можно повесить connect лимитов то есть с этой ролью ограничение по connection лимит то есть например больше двух пользователей не может повторизоваться но это этой роли вот к примеру да опять таки инкрипт не encrypt паспорт то есть паспорт задается до кредит роли в биф паспорт и имя соответственно вашего паспорта да ну вот пример здесь есть create роли джонатан логин да create юзер то есть у роли есть юзер давид с паспортом и мы указали что в роли мирям с логином то есть отдельно логин создали отдельно стали юзера вот можем сразу указать роль которая будет коннектиться вот ну я говорю вот этого юзера как такового не используется сейчас они уже выпилили свежей версии посмотрите можно альтер роли ведь изменять вот не раз уже принципе показывали вам этот код а я забыл логин по сброса какой там пола пароль него вот мы делали альтер роли постгресс вив паспорт и меняли паспорт таким образом вот можно дропнуть роль понятно да гранты как раз установки доступа делается через опцию грант вот эти рассмотрим какие бывают можно дать права например на серик какой таблицы грант select тип соответственно привилегий да он указан куда на что по умолчанию указывается на таблицу можно на схему диода он таблица ту и указан чему дату юзер роль например или ту паблик паблик он насчет всем пользователю она публично все пользователи которые имеют доступ на коннект этой базе данных им будет доступна на чтение вот этой таблицы грант соответственно можем перечислить конкретная опция select привилегий до апдейт insert он ты был ту соответственно роль до админ вот можем оказать конкретные даже колонки видите сели кол один апдейт кол один но тот лишь вот да он разрешает то смотри смотри вот у тебя есть например учетка супер юзера он создал таблицу правильно у тебя есть отдельно учетку создал для тебя конкретно ты тестировщик если тебе не дали привилегию на доступ к этой таблице то ты не сможешь ли посмотреть она закрыта для тебя ну вот и только с помощью грант ты можешь ее разрешить вот да смотри у нас есть но по идее да на самом деле смотреть чему еще привилегии дается вот если она дается к таблице то ну да то есть ты кроме гранта все остальное можешь делать креет и цвет апдейт фактически да на роли ну там лишь это зависит от типа твоей учетки вот мы смотрели тип вот 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 этот опция видишь вот зависит от этого если у тебя нету роли на креет дб например да ты не сможешь создать ни одну таблицу или до базу данных если тебя нет креет роли ты не сможешь создать пользователя супер юзер она имеет все вот поэтому и и разделяющие на высоком уровне то есть то что просто невозможно она невозможна а опции селект апдейт insert и дэлида они предполагаются входят в волгрант old привилегии nokia как можно отдать грантам раздаем право мы можем их отнять отнять с помощью револк то есть вот пример пример мы отнимаем револк привилегию insert с таблицы фильм для публичность то есть запрещаем соответственно производить ставку в таблицу films или револк all привилегии на таблицу конс для роли мануэль окей в общем поняли да примерно как то есть создается роль не вешается тип доступа да там на при канале так далее и потом даются гранты как и делать обычно роль раздаются там интересуются то есть фактически ну да да там причинате ребят тут очень написано можно вот тут не написано но на самом деле можно вот all privileges in all tables in чем а вот видите то есть можно не конкретно это можно для всех таблиц в этой схеме расшарить привилегий например там селек в примеру всем таблицам в этой схеме это означает что при появлении новой таблицы автоматически сработают расшаривание этой таблицы этим пользователем то есть это она позволяет именно так более flex и более динамично это пластично все это делать то есть не нужно будет при новой таблице раздавать на нее конкретно не и привилегий она автоматически уже будет войдет вот поэтому часто тоже таки это используется окей давайте безопасность на уровне а с как я говорил в принципе они задаются прежде всего файле pg hba . com это тот самый файл в котором мы можем указать с каких айпишников какие какой метод будет проверки происходить каким юзером всем не всем каким-то конкретным вот именно она вот именно в этом файле вы можете задать чтобы ваша база вот конкретно сейчас вот в этой сети она была доступна не знаю на вашем соседу вот чтобы он мог с ней к ней подключиться через свой этом кану команду строку через и сел сися аж до или смог подключиться через pg админ например да без разницы вот причем найти есть такие утилиты мы например свое время работали когда у нас еще были туннелирование приходилось делать мы делали туннель чтобы способности с помощью этого туннеля уже потом какой открыв туннель так же как локальный компьютер получаешься находишься вот мы там делали сначала туннель и прокладывали потом уже имея локальный айпишник там это нормально вот мы так и делали таким образом мы как бы дополнительно еще защищались чтобы ну не было прям слишком внешних подключений вот так доступной тачки подрубались оттуда с этой доступной тачки с туннеля мы уже подрубались bd вот такое и причем это делали через пути например пути у нас поддерживает туннель но есть еще не только такие извращенные методы помощи открытия туннеля его держать а есть манагера например емс манагер менеджер посмотрите он поддерживает туннелирование он сам создает туннель а потом уже ну в рамках самой себя же создает туннель и сам подключается кнопка destination базе вот то есть ну как бы включает это вот это как бы частый путь частый вей поэтому есть окей а еще есть пг идент как я говорил это именно тот mapping пользователя нашей операционной системы и пользователь нашей бд то есть мы можем здесь смопить вот например map name видите есть вот они одинаковые ну мы их объединили под этим именем вот и системный пользователь нас браин apg юзерным нас тоже браин например видите мы их смопили под одним именем это делается просто чтобы например я в доменке нахожусь доменки я как дева гапов вот и я к базе мог подключиться под своим же дева гапов спокойно то есть по факту она либо будет заведена отдельная учетка либо нет вот но мне это не важно как бы да я под собой спокойно могу в нее попасть в эту базу ну то как бы для этого делается искали инъекция есть прямо что такое сквили инъекция ну на самом деле просто да что кто-то там завел параметр вот он ну то есть ты за запросто готов понравится тебе это все такое на самом деле это прикольно да многие так выкачивают но тут как раз например помните но тоже говорили про как бы минусы суррогатного ключа и многие пишут прям в путь сверху до суррогатный ключ прям как есть суют там 1 2 3 и многие там с помощью индекса подменяет и запросто на те с переходит страницы которые не должны быть вот выкачивать данные таким образом вот но ты есть разные виды сквейн лекции он тут например и вот они да как это можно сделать да на самом деле для этого делается более аккуратно пример взлома авторизация да как делается ну вот опера тыла через лайк пишет лайк тоже очень опасен просто лайк закрывает все он через используют вот и все короче ну в общем разные есть пути и есть разные того как этого избегать вот вот эти примеры с грубая например да тоже есть через информацию с кем узнать все что в базе нахраняются какие эти вообще база есть таблицы чтобы напортачить выкачать и так далее до 100 атака например как можно сделать тоже через сквейли инъекцию просто-напросто грузишь вот такой ерундой генерации фактически от md5 вот она же постоянно же будет генерировать от времени ты в ней будешь искать генерить серия в общем в куче разных вещей вот смотри по хорошему по хорошему как это делать смотри у тебя есть сервер сервер общается с базы данных вот и чтобы избегать таких сквейли инъекций например используется не прямой вызов запроса да а используется например его препят версии а да если ты не потерял если ты заметил резкое повышение не потерял сервер баз данных да вот то на самом деле через можно увидеть процессы отдельная он во первых в от в топе будет виден да а топ там топ команде через линукска строку да он же будет виден сид процессора также можно на уровне базы данных сама есть такие таблицы системные в которых хранится текущие процессы сидами вот и ты их можно сразу видите их отрубить есть kill может как и kill на уровне процессу сделать да есть так называемая pg стат активить этого таблица в которой именно активно процесса и их можно убрать с помощью pg close чего-то там еще точно не помню в общем есть специальная функция которая убивает процесса без остановления сервера самого баз данных то есть ты ему не вредишь он также хорошо продолжать работать он просто отрубает сиды процессов вот этих которые вызвали например вот данный процесс данный запрос он вызовет отдельный сид вот отдельный поток процесс запрос его можем конечно же отрубить не проблема